МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о важном и интересном, о том, что волнует каждого из нас. Это Омск здесь. Меня зовут Антон Парахин. Здравствуйте. И в ближайшие полчаса мы расскажем о главных событиях минувшей недели. Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на земельные участки? Почему жильцам аварийных домов в Омске новые квартиры предлагают давать не в собственность, а в соцнайм? Омск встанет в многокилометровых пробках. Можно ли было избежать проблем с трафиком? И где теперь искать объездные пути водителям? Как пробежать 21 километр и выжить? Секреты подготовки к полумарафону и правила поведения на дистанции. В домах Омска начали отключать воду. Это сезонная работа, однако 90% жителей города могут остаться без горячей воды в Непланово. Все потому, что омская тепловая компания задолжала поставщику компании «Газпром Межрегионгаз» больше четверти миллиарда рублей. И тот намерен уже с 5 июня прекратить поставки газа в котельные. Пострадать могут больше 20 тысяч абонентов и 1800 предприятий, в том числе социальные объекты, больницы, школы и детские сады. В должниках тепловая компания с апреля прошлого года «Газпром Межрегионгаз» уже шел на уступки, но обещания рассчитаться в установленный срок не были выполнены. В мэрии уверяют ситуацию, удастся исправить и сетуют на потребителей тепловой компании, которые вовремя не платят за услуги. Между тем, на этой неделе «Газпром Межрегионгаз» уже прекратил подачу энергоресурсов в одну из котельных Амурского поселка. Без горячей воды в результате остались жители 24 домов. А между тем, в минувший вторник, 16 мая, в Омске выпал снег. В социальных сетях люди делились фотографиями и видеороликами, на которых крупные хлопья снега лежали на машинах, дорогах, деревьях и газонах. А за городом стихия разыгралась не на шутку. Под тяжестью снега ломались ветви деревьев, движение транспорта по трассам было осложнено. Автомобили пробирались по снежной каше, а многие водители давно сменили зимние шины на летние. Отмечу, что столь необычные для поздней весны природные явления жители Омска в последние годы наблюдают не в первый раз. На минувшую неделю в Омск области ввели режим чрезвычайной ситуации «Запаводка». Напомню, еще неделю назад спасатели заявляли о стабилизации гидрологической обстановки. Однако сейчас большая вода пришла в пять районов региона. Пока подтоплено восемь домов, в которых проживают более 150 человек. А 22 мая уровень воды в РТШ достигнет критической отметки 6 метров 60 сантиметров. Неблагоприятные прогнозы и по ситуации в поселке Затон Черлакского района. К 25 мая населенный пункт придется полностью эвакуировать, заявил главный спасатель региона Владимир Корбут. К другим темам. В Омской области началась посевная кампания. Однако приступить к работам получается не у всех агрария. Фермеры жалуются на то, что у них отбирают землю. Так, например, в Калининском сельском поселении в 40 километрах от Омска вооруженные сотрудники частных охранных предприятий не пускают трактора и комбайны на поля. Фермеры обвиняют в захвате одной из крупнейших сельхозпредприятий региона. Светлана Еловнарова разбиралась в ситуации. Земельный участок в 77 гектаров в Калачинском сельском поселении фермер Максим Васин арендовал в прошлом году. Взял и в этом. Говорит, договор заключил на 5 лет. Правда, засеять поле ему не удалось. Охрана как стояла, так и стоит на полях. Препятствует, все фиксирует на всякие разные электронные носители. То есть, все фиксирует. Фирма «Лузинское зерно» входит в производственный комплекс Омского бекона. Обеспечивает крупнейшее пищевое предприятие региона кормами. Конфликт из-за земли у компании не только с фермером Васиным. Алексей Рощупкин арендовал участок площадью в 254 гектара в том же Калининском поселении. Хотел засеять участок пшеницы. Но на поле неожиданно появились неизвестные мужчины. Они представили сотрудниками частного охранного предприятия и блокировали сельскохозяйственную технику. Но по договору, который ЧОПовцы нам сами и показали, оказалось, что охранники не имеют права даже заходить на поле. Договор возмездного оказания услуг по охране объекта, заключенный между частным охранным предприятием «Гриф» и «Лузинское зерно». Исполнитель обязан организовать и обеспечить наблюдение за объектами заказчика и обеспечить фиксацию, только фиксацию. У вас есть четкие обязанности исполнителя. Я охраняю поле, чтобы там не производились никаких... Вы отклоняетесь от договора. Но никак автомобиль и иными силами вы не имеете права преграждать работу сельхозтехники. Фермеры вызвали полицию. Только после повторного обращения и в присутствии телекамеры они взяли объяснение у участников конфликта. Представители Омского бекона ответили нашей телекомпании, что их действия законны. Поля принадлежат по-прежнему им, а потому и устанавливать охрану они были в праве. Предприятие действует в рамках правового поля, в связи с чем обратилась за защитой своих прав в Омский районный суд. Представители одного из крупнейших в регионе пищевых предприятий спор с фермерами продолжат в суде. Будут оспаривать законность договора аренды. Якобы собственник земли не уведомил их о том, что у участка появился новый арендатор. Если это действительно так, то договор могут признать недействительным. Представитель собственника земли уверяет, что уведомление в Омский бекон он отправлял. Независимые юристы утверждают, что документ имел срок действия, а значит попытки выгнать фермеров земли незаконны. На сегодняшний день занятие земельного участка и нахождение там неведомительной охраны является уже даже административным правонарушением, самовольным занятием земельного участка, что является незаконным. Правоохранители проверят не только законность договора аренды, но и действия сотрудников ЧОПа. А пока фермеры работу на полях не ведут и вправе не платить за них аренду. Правда, это весьма сомнительная компенсация за пропущенную пассивную. Убытки исчисляются сотнями тысяч рублей. Причем теряют деньги и фермеры, и омский бекон. Светлана Еловнарова и Антон Щетинин. Омск. Здесь. Кто и почему может лишить жильцов аварийных домов их собственных квартир? Мы расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Хорошо там, где есть радиодача. 101.0 ФМ в Омске. Радио Сибирь. Слушай себя. Редактор субтитров А.Кулакова Это Омск. Здесь. Двигаемся дальше. Город в ожидании многокилометровых пробок. В ближайшие дни могут перекрыть улицу Ленина, точнее ее части. От юбилейного моста до улицы Маяковского. Ремонт будет вестись поэтапно до конца октября. Начнут от Ленинградской площади. А вот сам мост перекроют полностью. Почти на год. С августа по май следующего года. Можно ли было избежать такой ситуации? Почему у главных омских магистралей так и не появилось необходимых дорог дублеров? Станет ли это лето рекордным по заторам? И какие объездные пути уже подыскивают автомобилисты? Дмитрий Кукан с подробностями. Улица Ленина, дублер Гагарина и Маркса. Здесь почти не ходит общественный транспорт. Утром плотность движения в сторону юбилейного моста на четверть больше, чем вечером. В обратном направлении поток более разряженный. По соседству в районе госпиталя в утренний час пик трафик примерно на сотню машин меньше, чем на Ленина. А вечером больше на 500 автомобилей. Но самым загруженным остается проспект Маркса. Более двух с половиной тысяч машин в час проезжает в сторону торгового центра. В обратном направлении показатели сравнимы с плотностью потока по улице Ленина. Подсчеты проводили в департаменте транспорта. Там же примерно рассчитали, как распределиться поток машин с улицы Ленина, когда юбилейный мост будет закрыт. Если коротко, придется стоять. Никто не собирается обманывать кого-то и обещать, что все будет великолепно. И они ничего не заметят этого ремонта. Заметят еще как заметят. Примерно процентов 55 на аэротранспорта с улицы Ленина, с Любинского проспекта переляжет на плечи Гагарина в попутном направлении. Около 30 процентов, примерно опять же, 30-35 процентов, по всей видимости, переляжет на плечи улицы Маршала Жукова. 50 процентов – это увеличение на тысячу машин в час пик. Чтобы пропустить такой поток, изменят режим работы светофоров на перекрестках. Но кардинально на ситуацию это, конечно, не повлияет. Водителям стоит запасаться терпением. Впрочем, достаточно просто освежить в памяти время, когда ремонтировали Любинский проспект, уверен таксист Роман Рыбаков. Я обычно езжу здесь, на главпочтам стараюсь не соваться, там обычно пробки не проехать. Если с метромоста, то можно на Арджиникизе, на Рабиновича, на госпитальную и уже на Жуковский мост. Спокойно выскакиваешь. Поколесить, конечно, придется, но куда же без этого. У нас же как? В пробках двигаешься же по чуть-чуть и стоишь же часами. К слову, использовать поперечные улицы намерены и в мэрии. Например, на Карла Липнихта установят временный светофор, на самой улице разрешат двустороннее движение. И соединившись с Тюменской, Карла Липнихта обеспечит транзит с Фрунзенского моста на Гагарина. Правда, для этого на Тюменской нужно сделать парковки и проверить состояние дорожного полотна. Оно может не справиться с возросшей нагрузкой. О том, что дороги-дублеры нужно расширять, эксперты твердят давно. Те улицы, которые еще можно на сегодняшний день расширить, это надо делать, особенно в том плане, если они уже улиц, которые к ним примыкают. Я имею в виду, скажем, ту же улицу Думская, когда идет переход у нас с Думской на 10 лет, то есть количество там полос больше, чем на Думской. То же самое улица Лермонтова. Опять же, выезд ее на улицу Жукова и как тоже дублер Думской. То есть мы уже такие предложения делали. Но на такие масштабные работы в мэрии денег нет. Поэтому движение на улицах, скорее всего, встанет. Пиковых нагрузок ожидают в августе и сентябре, когда горожане вернутся из отпусков. В это время уже закроют юбилейный мост, но еще не закончат ремонтировать улицу Ленина. Дмитрий Куканас, Дмитрий Головко, Константин Демиденко, Евгений Слепов. Омск здесь. В Омске рушатся дома. Два таких случая произошло за неделю. Один в городке Нефтяников, другой в микрорайоне Южный. Обошлось без жертв. Осыпалась кирпичная кладка пятиэтажек. Жильцов пришлось эвакуировать. Сегодня в городе сотни аварийных домов. Что ждет их жильцов? Стоит ли рассчитывать на расселение тем, чьи дома признали аварийными после 2012 года? Об этом в нашей студии мы поговорим с директором департамента жилищной политики Светланой Шейнфилд. Светлана Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Аркадьевна, вот тогда, что касается этого дома на 50 лет профсоюзов, какова ситуация там, что ждет жильцов? Так как не было принято решение о том, что эта ситуация относится к категории режима ГОЧС, то необходимо было определить, а кто все-таки будет проводить обследование, за чей счет, в какой последовательском порядке. Ну, понимая, что ответственность, конечно, за проведение мероприятия лежит на самих собственниках, то есть на жильцах этого дома. Закон. Это закон, это федеральный закон. Здесь нельзя расходовать бюджетные средства, потому что тоже будет нарушением закона. Поэтому было принято решение, что вот на первоначальном этапе, там, где необходимо было провести обследование, то есть сделать выводы все-таки, к чему мы должны стремиться и что должны устранять, было принято решение, что администрация города возьмет на себя заботу и решение задачи по обследованию этого дома. Чтобы понять, он аварийный, неаварийный? Да, чтобы понять, все-таки он аварийный или неаварийный. Если неаварийный, то капремонт или не капремонт, реконструкция, не реконструкция, в каком объеме, какие конструкции повреждены, в какой последовательности, сколько он еще сможет в таком состоянии простоять, Какие будут последствия, если не производить ремонтную работу? Что касается вот тех домов, которые уже были признаны аварийными до 2012 года, их осталось около 26, да, их осталось? И вы планируете... Те, которые в программе у нас сейчас, да, их осталось сейчас 26. Вы планируете их до конца года расселить? Мы планируем их расселить до 1 сентября. Успеете? Я пока на сегодняшний день, у меня нет сомнений в том, что мы это успеем сделать. А люди, которые после 2012 года, чьи дома были признаны аварийными, их 158 уже. Да, вчера еще один дом приняли, да, 158. Цифры вы озвучивали, нужны внушительные, 4 миллиарда, где взять деньги, что будет с этими людьми? Вот, вы знаете, это проблема, ну, сразу скажу, не города Омска и даже не Омской области, это проблема всей России. Вот вы спросили, откуда деньги? Деньги, конечно, основные из фонда, потому что только фонд... С федеральным финансированием. С федеральным финансированием. Конечно, для этого был создан фонд ЖКХ. На Государственном Совете президент четко, ясно определил, что вот будет программа постоянная дальше действовать через два года, а на два года, пожалуйста, фонд продолжит свою работу. Хватит нам этого времени, чтобы эти 158 домов расселить? То есть, получается, до 2019 года или... Вы знаете, все будет зависеть от условий. Если останутся прежними. Да, если нам выдадут денежные средства на вот эти вот 158, то мы успеем. Вот эта инициатива действительно вызывает много вопросов у многих, что квартира была в собственности, а станет в социальный найм. Вот как вы к этому относитесь? Как только дом признается аварийным, сразу же находятся граждане, которые готовы продать квартиру в аварийном доме, ну, там, за какую-то цену, а новые собственники имеют возможность ждать, когда же этот дом будет расселяться, и как вложили свои деньги, да, и, соответственно, потом их многократно умножат в стоимости новой квартиры. Здесь я с вами согласен, а если вот брать добросовестных людей, которые, скажем, 30-40 лет в доме прожили, платили коммунальные услуги, капремонт... Здесь, конечно, аспект немножечко социальный в другом направлении, но надо просто понимать, что расселение аварийного жилья – это не улучшение жилищных условий в плане увеличения метров, увеличения комнат, там, расселения семей. Это всего лишь безопасность проживания граждан. Если все-таки будет принята позиция о том, что мы будем предоставлять помещение по найму для собственников, ну, однозначно, нужно вносить изменения в жилищный кодекс, нужно каким-то образом решать вопрос вот этого вот преодоления конституционного права на собственность. То есть я думаю, что если решение будет принято вот в эту сторону, то законодательно все вот эти вот моменты будут распределены. Спасибо большое, что нашли время, что пришли к нам в студию и ответили на эти вопросы. Мы продолжаем программу. Аварийные в Омске не только дома, но и деревья. Тополя, которыми в советское время массово засаживали дворы и скверы, сегодня один за другим начинают падать. Все дело в сроке жизни деревьев. Их нужно менять каждые 15 лет. Сколько сегодня в Омске опасных деревьев? Можно ли заменить их сейчас? Во сколько это обойдется городу? И насколько эффективным с точки зрения экологии будет такая замена? Дмитрий Ковалев разобрался во всем. Здесь гнилой тополь спилили за мгновение, до того, как он рухнул. Но жители дома до сих пор боятся ходить по двору. Рядом десятки таких же опасных деревьев. Я уже боюсь, что у меня вырвет вместе с углом весь дом. Почему? Потому что этому тополю уже 50 лет, наверное. Я считаю, если 47 лет дому, то его уже раньше посадили. Массово Омск засадили тополями в середине 50-х, когда строили промышленные предприятия. Чтобы хоть как-то защитить горожан от вредных выбросов, выбрали самое неприхотливое и быстро растущее дерево. За три года тополь вытягивается на три метра. Кроме того, этот вид уникален своими свойствами. Это самый мощный и естественный производитель кислорода. Больше всего таких деревьев в городке нефтяников. А вот берез и хвойных во дворах практически нет, сожалеет дендролог Михаил Григорьев. Он считает, что тополей возле жилых домов вообще быть не должно. Главный недостаток – его непрочность. Из-за быстрого роста древесина становится рыхлой, а суровые зимы окончательно разрушают ствол и ветви изнутри. Именно поэтому такие деревья падают даже при небольших порывах ветра. Появление каких-то трещин, ну прежде всего морозобойных трещин. Это от холода? От холода, да. То есть в зимнее время образуются такие, скажем, вертикальные трещины. Ну вот скажем, вот где-то, да, вот она вертикальная была где-то трещина. Ну она, собственно говоря, как бы заросла. Вот, но явно, что древесина там внутри тоже нарушается. Целостность? Целостность, конечно. То есть механическая ткань от морозов, она разрушается. И вот этой прочности, собственно говоря, дереву не хватает. Если дерево сильно наклонено, а его верхушка высохла, то спилить его нужно как можно быстрее. На многих деревьях можно заметить, вот такие спилы или зарубки кору специально обрезают на несколько сантиметров вокруг всего ствола, чтобы дерево высохло изнутри. Спиливать один тополь невыгодно, поэтому к сносу подготавливают сразу несколько деревьев. Лучше всего тополя приживутся рядом с реками. В этих местах они вырастут крепкими и будут защищать от вредных выбросов. В жилых зонах специалисты советуют высаживать сибирскую яблоню и липу, а из хвойных пород – лиственницу. Ели сосны и кедры не приносят пользы. Их способность очищать воздух в разы меньше, чем у лиственных пород. Впрочем, сейчас новые микрорайоны и вовсе предпочитают засаживать кустарниками. Мы ориентируемся в первую очередь на безопасность и эстетическую привлекательность растений. Береза, вяз, сирень, калина, рябина, барбарис, хвойные породы деревьев. Промышленные предприятия образуют над городом облако из вредных веществ, которое в шесть раз больше площади самого Омска. Поэтому никто и не собирается избавляться от тополей. И пока коммунальщики вырубают только самые опасные деревья. Дмитрий Ковалев, Сергей Степанишин, Антон Щетинин, Евгений Слепов. Омск здесь. В Крым за 11 тысяч рублей. Кто продает для Мичель годные авиабилеты и куда еще можно улететь на отдых из Омска без пересадок? Расскажем после рекламы. Оставайтесь на продвижении. Расскажем после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 103,9 ФМ в Омске. Это программа «Омск здесь». Мы продолжаем. 21 мая в Омске пройдет очередной полумарафон. Желающих преодолеть эту дистанцию, 21 километр и 100 метров, немало. Но многие с нее сходят, так и не добравшись до финиша. И это еще в лучшем случае. Некоторым, оказывается, нужна помощь медиков. Мой коллега Данилов Ижевский выяснил, как правильно подготовиться к марафону, какую диету нужно соблюдать, какие кроссовки помогут на трассе. Говорит, на следующий год будет готов сам выйти на дистанцию. Если вы решили участвовать в полумарафоне, то первым делом нужно пройти медкомиссию и получить одобрение врачей. Оселить дистанцию 21 километр и 100 метров здоровье позволит не каждому. Если доктора дали добро, подготовку следует начинать не только с пробежек, но и с соблюдения диеты. Исключать любимые продукты из рациона не стоит. А вот есть больше овощей, овсянки, гречки, бобовых, риса и куриной грудки обязательно. За три дня до старта желательно увеличить объем и чистоту, может быть, приема вот этой углеводной пищи. Поскольку один грамм гликогена у нас задерживает три грамма воды. И тем самым мы как бы можем про запас накопить воду. Завтрак перед стартом должен состоять преимущественно из тех же углеводов. Но чашка кофе для бодрости не повредит. Мясо лучше не есть. Есть нужно и на дистанции. Можно использовать специальные углеводные гели. И каждые пять километров следует выпивать около стакана жидкости. Важно правильно подобрать обувь. Пара самых дешевых, подходящих кроссовок обойдется в 2000 рублей. Является самым доступным в цене и в то же время является тренировочным, подходящим для зала, для базового бега, для пробежек, для каких-либо. То есть для общетренировочного процесса. Есть модели поинтереснее. Эти модели идут с гелевыми проставками, с поддержкой стопы. То есть у Асикса есть модели для разных, скажем так, для разной структуры людей. То есть для людей с разной пронацией ног. Что это значит? Пронация. Пронация это то, как ты ставишь стопу. Марафон лучше бежать в облегающей одежде из полиэстера. Он хорошо отводит влагу, но в то же время не дает телу переохлаждаться. И еще отлично тянется. И вот мы проконсультировались с врачом, купили экипировку, приступаем к практике. Но не стоит думать, что технику бега можно освоить за одну или две тренировки. На это может уйти ни неделя, ни месяц и даже ни год. А тысячи пройденных километров вовсе не обещают победу в марафоне. Данил, смотри, вот сейчас две пробежки сделал. В принципе, бег достаточно легкий, сил хватает. Понимаете, что с выносливостью, да, возможно, будет тяжеловато. Это уже потом. Что касается техники, стопу ставить достаточно правильно. Немножко нужно будет обратить внимание на ее разворот. То есть во время бега стопа ставится параллельно друг к другу. Соответственно, у тебя несколько носок был в сторону. И по движению рук. У нас есть средняя линия туловища. Ты во время бега несколько ее пересекал. Пока силы есть, это, в принципе, комфортно. То есть не замечается. Когда будет утомление, может произойти что? Вот эти вот колебания будут более сильно раскачивать твое туловище. Соответственно, ты уже будешь энергию тратить не на продвижение вперед, а еще на боковые колебания. Если не соблюдать эти простые требования, мышцы может свести. Невозможно дальше продолжать бег и свело ногу. Первое, конечно, самый оптимальный вариант – обратиться к врачу. На трассе располагается большое количество волонтеров, либо службы, которые обеспечивают. И, соответственно, они могут очень быстро доставить вас к врачу, либо медицинская помощь подъедет и окажет вам, соответственно, какие-то революционные процедуры. Также эксперты советуют купить пульсометр. Ведь если ваш пульс начинает резко возрастать и уходит за отметку в 170 ударов, нужно снизить темп. Возможно, перейти на ходьбу. А если вы почувствовали недомогание, то лучше сразу сойти с дистанции. Данила Вжевский, Евгений Слепов, Сергей Степанишин и Павел Ходынский. Омск здесь. Из Омска в Симферополь за 5,5 тысяч рублей. На минувшей неделе начали продавать льготные билеты на полуостров Крым. Первый вылет из Омска 21 мая. Правда, купить недорогие билеты смогут не все. Только молодые люди до 23 лет, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья и те, кто их сопровождает. Остальным придется заплатить минимум в два раза больше. Рейсы прямые, поэтому и популярные. Ольга Качкрова выяснила, куда еще можно улететь из Омска без пересадок и как сделать это дешевле. Начнем с Сочи. В жарке летний наш. Из Омска можно будет улететь 5 раз в неделю. Стоимость перелета в самый пик сезона в середине июля на одного взрослого человека в одну сторону около 16 тысяч рублей. 5 раз в неделю самолеты из Омска будут летать и в Крым. 15 июля самый дешевый билет до Симферополя обойдется в 13 тысяч 103 рубля. Впрочем, сами авиаперевозчики утверждают, спрос на это направление падает. Уже в прошлом году он сократился на 35% по сравнению с 2015 годом. В Анапу из Омска рейсов меньше 4 раза в неделю. Билет на популярное у путешественников с детьми мелководное побережье обойдется дороже. Так, 16 июля билет в одну сторону для взрослого будет стоить 20,5 тысяч рублей, если лететь авиакомпанией Якутия. А 19 июля Иркутская и Райра предлагают билет почти за 17 тысяч. Еще один вариант – Геленджик. Прямого перелета из Омска в прошлом году не было. А в этом после 20 июня Амичи смогут раз в неделю летать без пересадок. Билет, к примеру, на 18 июля в Геленджик можно купить за 15 тысяч 450 рублей. Один раз в неделю и тоже только после 20 июня. Из Омска можно будет без пересадок летать в Краснодар. Тоже новинка этого летнего сезона. 15,5 тысяч рублей за билет в один конец на то же 18 июля. Регулярных международных рейсов из Омска, прямо скажем, немного. В Астану четыре раза в неделю и Бишкек по понедельникам. Среди чартерных направлений Турция, Болгария, Тунис, Кипр и Греция. А вот Азия летом 2017 года из полетной программы пропала. Хотя в прошлом году туристы летали в Таиланд и Вьетнам. Но это все чартерные рейсы, билеты на которые купить можно лишь вместе с пакетным туром. Либо перед вылетом в турагентстве, если места на самолете окажутся свободными. По статистике, купить билет, скажем, на июль сейчас дешевле, чем в июне. Чем ближе к дате, тем дороже. Это была программа Омск здесь. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин